День приёмки военной продукции Министерство обороны проводит ежеквартально. В последнее время всё чаще в этой работе принимает участие президент. Это беспилотники, которым ещё только предстоит пройти госиспытание. «Орлан-2» работает по прикрытию своих позиций и ретрансляции сигналов от других аппаратов по закрытым защищённым каналам связи. А это общевойсковый комплект разминирования, уникальный в своём роде. По сути, он не имеет тяжёлого бронирования, но способен защитить сапёра от разрыва любых противопехотных боеприпасов. В мире аналогов ему нет. Ну а доклады о передаче в войска тяжёлых вооружений и бронетехники Верховный главнокомандующий принимает в режиме видеоконференции, находясь в зале управления. Владимир Путин благодарит сотрудников и руководителей предприятий военно-промышленного комплекса за слаженную работу и военных за то, что они активно осваивают новейшие системы. Новые образцы уже активно эксплуатируются. Постоянно проходят обкатку при проверках боеготовности частей и соединений на учениях, тренировках. И, конечно, серьёзным экзаменом для современной техники, прежде всего авиационной техники, стало её применение против террористов в Сирии. Государство будет и впредь оказывать поддержку предприятиям оборонно-промышленного комплекса в развитии их производственных мощностей, технологического потенциала. Свою эффективность во время сирийской кампании доказали и универсальные ракетные комплексы морского базирования «Калибр». Соединения Каспийской флотилии успешно применяли их ещё в октябре, когда наносили удары по укреплённым объектам террористов ИГИЛ. Теперь «Калибрами» штатно оснащаются малые ракетные корабли «Серпухов» и «Зелёный долг». В Севастополе они готовятся к первому своему выходу в дальнюю морскую зону. И совсем скоро «Серпухов» пополнит нашу средиземноморскую корабельную группировку. В настоящее время малый ракетный корабль «Зелёный долг» находится на выполнении поставленных задач в море. Малый ракетный корабль «Серпухов» находится в основном пункте базирования, готов к выполнению поставленных задач по предназначению. Доклад закончил. Спасибо. Экипаж в основном из контрактников состоит, да? Товарищ Веронголомальчик, экипаж полностью состоит из военных случаях контрактной службы. В строю военно-морского флота России теперь и новый, единственный в своём роде, морской транспорт вооружения «Академик Ковалёв» предназначен для транспортировки боекомплектов для атомных подводных лодок, в частности баллистических ракет класса «Булава». Комсомольское на Амуре авиационное производственное объединение докладывает о передаче воздушно-космическим силам партии истребителей Су-35С. А всего в прошлом году вооружённым силам были переданы 230 самолётов, 158 вертолётов, более тысячи танков и бронетранспортеров, 300 зенитно-ракетных комплексов и систем, 4 боевых корабля, 4 подводные лодки, 21 баллистическая ракета. И всё это в условиях жёстких санкций, которые заставляют перестраивать на ходу все производственные циклы. Полтора года у нас уже реализуется программа импортозамещения. Налажен выпуск многих компонентов, ранее поставлявшихся из-за рубежа. Вместе с тем по ряду важных узлов, деталей и комплектующих проблемы ещё сохраняются. Нужно быстрее разворачивать их производство, в крайнем случае искать альтернативных поставщиков. Но я уверен, наш оборонно-промышленный комплекс в состоянии справиться и, безусловно, справиться с поставленными перед ними задачами. Но несмотря на ударные темпы переоборужения, в прошлом году план гособоронзаказа реализован на 97%, некоторые контракты всё-таки остаются невыполненными с каждым отстающим предприятием. По каждому такому контракту работают индивидуальные. Главное – наверстать отставания. Предприятиями выставлены штрафные санкции. Работы взяты на особый контроль. Ограничения по поставке комплектующих изделий украинского производства стран НАТО и Евросоюза существенным образом не повлияли на выполнение госзаказа 2015 года. Ещё одна проблема – рост дебиторской задолженности отдельных предприятий оборонного сектора. Владимир Путин даёт распоряжение Министерству обороны наладить ритмичное финансирование и устранить пробелы. Мы знаем с вами, что где-то люди работают в три смены, в том числе и ночью, а где-то производственные мощности остаются недозагруженными. Это результат неслаженной работы. И многое ещё нужно сделать для того, чтобы добиться необходимого результата в те сроки, которые обозначены заказчиком. Поставки вооружения Министерство обороны подкрепляет и активным строительством. Сданы в строй 510 новых объектов. Это общежития для личного состава, административные корпуса, наземная инфраструктура военных объектов и портовые сооружения для военно-морского флота. В 2016-м планируется строительство ещё более 600 объектов. Определены основные направления. Обустройство войск на северном и юго-западном направлениях. Строительство военных объектов в арктической зоне. Позиционные районы и технические площадки ракетных войск стратегического назначения. Радиолокационные станции и комплексы обеспечения космической безопасности. Аэродромная сеть воздушно-космических сил. И причальный фронт и береговая инфраструктура военно-морского флота. С учётом выполненных контрактов оснащённость вооружённых сил новой военной техникой уже достигла 47%. Что вполне согласуется с задачей, которую поставил президент к 2020 году. Обновить вооружение на 70%. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова